Мы сегодня открываем штаб, но у нас на сайте зарегистрировано уже больше чем 7,5 тысяч людей, необходимых нам из Санкт-Петербурга, которые готовы поставить подпись в поддержку Алексея как кандидата в президент. Алексей Навальный – кандидат в президенты России на выборах 2018 года. Чтобы журналисты смогли задать вопрос Алексею Навальному, репортеров попросили прийти в штаб еще за три часа до официального открытия. Было понятно сразу, что в скромном помещении с символикой кандидата на витринах всем места не хватит. Но организаторы все равно выбрали для будущей компании именно эту площадку. Ее предоставил будущий избиратель – сторонник оппозиционера. За этот штаб мы платим, но существенно ниже рыночной стоимости, потому что нам его отдал сторонник. Как вы видите, это замечательно. Правильно ли они как-то говорят? Это правда, но осторожнее со словами про существенно ниже рыночной стоимости. А потому что сейчас… Нет, нет, нет. Ну, да. Неэквивалентная цена. Это звучит, как в деле Киров леса, это звучит неэквивалентная цена. Киров леса, которым Навальный упомянул иронично, на самом деле, пожалуй, самая важная сегодня точка на маршруте предвыборной гонки. Я отлично понимаю, что сейчас наша избирательная кампания в основном заключается в том, чтобы добиться регистрации. Но мы будем этого добиваться. У меня есть право баллотироваться. И действительно, это будет одним из основных мотивов кампании. Процедура требует, чтобы кандидат собрал 300 тысяч подписей своих сторонников по всей стране. От Петербурга надо 7,5 тысяч автографов. Только после этого в бюллетенях может появиться фамилия Навального. Пока непонятно, как Петербург будет голосовать за кандидатов президента Алексея Навального. Но вот уже точно можно сказать, что у него нет недостатка в волонтерах. Всем желающим даже не хватило места в только что открытом штабе. Эти добровольцы будут работать и с избирателями из соседней Ленинградской области. В основном помогать Навальному вызвалась молодежь. Те, кто родились в конце 90-х, росли и получали образование в путинской России, а впервые приняли участие в выборах только прошлой осенью. Ну, я принимал участие в выборах, которые были в Госдуму и законодательное собрание. Ну, я оказался неудивлен. В принципе, Единая Россия набрала большинство, как и, собственно, все, наверное, думали. Я посчитал, что пора уже что-то менять, и волонтерское движение показалось верным вариантом для этого. Многие волонтеры старшего возраста решили помогать Навальному, когда познакомились с работой Фонда борьбы с коррупцией. Такого расслоения, огромного, то, что вскрывает вот расследование Фонда борьбы с коррупцией, я пока еще не видел. То есть, действительно, кто-то купается в золоте, в бархате, в роскоши, нереальной роскоши, когда много бездомных, бездоленных, беспризорников. Ну, куда это годится? В очереди волонтеров стояли и оппозиционные городские политики, участники резонансных протестов против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Я уверен, что есть люди, которые поддерживают Навального, и собрать здесь подпись, мне кажется, как минимум, у него есть полные, огромные шансы, это было сделано легко. И в Петербурге есть большой запрос на демократическую повестку, я уверен, что Алексей наберет хороший процент в Питере. Впрочем, сам Навальный откровенно признался, что таксист, который вез его из аэропорта в новый штаб, не узнал его. А большинство петербуржцев и вовсе, скорее всего, пока не слышали об оппозиционном кандидате. У меня нет никаких иллюзий относительно того, что значительное количество людей, которые, в общем-то, даже и проголосовали бы за меня, они просто не знают, кто я такой. Ну, слушайте, у нас последнее телевидение в России, большое независимое федеральное телевидение, было уничтожено в 2002-м? В 2001-м. В 2001-м году, НТВ, когда захватили. Поэтому меня показывали без негативных комментариев по телевизору, наверное, году в 2005-м. В каком ключе о Навальном будут говорить на федеральных каналах в следующий раз, будет зависеть от решения Ленинского суда Кирова. Приговор политику огласят в эту среду. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.